СВЯТЛО ДУШИ 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 Программа для местного телебачения, гостиница для наведывальников-батьков и навод зимовый сад, экзотичные рослины, якого дослал столичный ботаничный сад. Директор колледжа Борис Брониславович Блохин ведет в кабинет православной культуры Случшины. Здесь мы проводим встречи со священниками, к нам приходят со Слудской епархии священники, встречаются с нашими учащимися, с родителями здесь мы работаем, здесь работает социальный педагог. Здесь может прийти просто любой учащийся, посмотреть какие-то книжки, почитать, просто отдохнуть. Мы зарегистрировали здесь брак сироту, мы ее тут отправляли, благословили тут, как поможено, там фотографии есть, да, можно посмотреть. То есть это на самом деле центр духовности, побеседовать, рассказать, прийти поделиться детям, с разной судьбой есть, с разными взглядами на жизнь, вот это комната для этого. Мы очень рады, что она у нас есть, она на самом деле работает, и здесь работают и психологи, и социальные педагоги, и священники, и здесь всем находится место. А, шаг давайте в музей проедем. Предметы быта, которые были в ходу 100 лет назад, ну, еще и 50 лет назад. В деревне у бабушки такие же, да и вы, наверное, все помните вот эти предметы. Для того, чтобы улучшить восприятие, здесь у нас в зале выставлены вот компьютерные картины, их шесть. Это вот так выглядел город Свод 100 лет назад. Это компьютерная графика. Все вещи, естественно, здесь нет полежи, они все были из реальной жизни. Ну, вот ковш, например, помните деревню, у каждого колодца. У каждого колодца. Вот маслобойка. Это склюд. Склюд для чего? Вот хату строят, или баньку, или сарай какой. Надо грубо обчесать сперва дерево. Дерево обчесанное склюдом 100 лет стоит. В музейном комплексе колледжа коллекции народных промыслов, предметов побыту, нумизматики, музей молока, куток традиций слудского тканства. Узгадайте славу-то и слудские поясы. Особная зала стародавняя история слудска и его боевой славы. Вот что рассказал Сергей Иванович Багдашич. На пятый день войны немцы подошли к городу. Естественно, отступающие части давали так называемые арьергардные бои, смысл которых был задержать противника, но на час, на два. И вот в центре города, на центральной площади, трое неизвестных бойцов. Имена мы их не знаем. Они развернули гаубицу, 127-м полковая гаубица, и трижды выстрелили по немецкой колонии, которая вступала в город. Они подбили три бронетранспортера, уничтожили 47 гитлеровцев. Почему 47? Я разговаривал как кровет с жителями. Немцы же своих хоронили. И вот после этого инцидента, прямо тут же напротив, во дворе детского сада, тогда детский сад, сейчас это детская поликлиника, вот было 47 захоронений немецких. Люди посчитали. А солдаты? Солдаты, естественно, погибли в неравном бою. Вели огонь еще из пулемета, с автоматов. Немцы их обошли по соседним параллельным улицам. Вот они в неравном бою погибли. Их тоже захоронили? Захоронили наши жители города. Похоронили около входа в дом культуры, современный дом культуры. Тогда его только начали строить, и до войны его не успели построить. Около мостика, который вел к дому культуры, они захоронили этих трех солдат. Гильза, которая лежала там на месте вот этого неравного боя, положили эту гильзу на могилу. Соответственно, каждый год там весной, да и летом появлялись цветы. Жители помнят. В 45-м году это захоронение было вскрыто. И прах бойцов был перенесен на Слудский мемориальный комплекс, который вот в 46-м году, в 45-м, в 46-м году и создавался. До сих пор на мемориальном комплексе трое неизвестных этих бойцов. Но самое интересное, что вы нашли фотографии где-то. Гаубица. Запечатлели немцы. Запечатлели немцы, потому что такой бой, знаете, такие потери. Они же шли как парадным маршем. А тут каких-то три солдатика. Они знали, что они не вернутся. Ну вот приняли такой вот бой. Такой решили. Архивный немецкий фотоздымок недавно знайшовся у интернете и подтвердил позже их оборонцов Слудска. Увешары у конференц-зале колледжа со встречи с новушенцами. Потом подарованы на развитание верш. Слудскому краю земля моя, под небом синябоким красуешься и вабишь счастье. Чаруюць легкакрылые облоки, маё натхненье ты, и гонар мой. О, як багата колерой красок и окрыляя думок молодость. Душу моей из сердца бавязок любить и славить гэту прыгажость. Твои плаги ли, луги и пералески гукают. Я счастливая бягу. Так без просторов сумна мне и тесна. Я не разгонять горыш и тугу. Грыбы и суницы, спелые ажины. Твоих лесов богатень излечить. Берузы стромные и юные рабины мне без земельки родной не прожить. И я живу с надеей и любовью, с подякой за безмежный рай. Душа моя наполнена тобою. Мой ненаглядный слудский рай. Спасибо. Раницы ля узды миссионеру разбирают по школах и социальных установах. Жас каскируются ухотляны. Мы на урок письменства до уздинской школы имя Кондрата Крапивы. Цекаемся музеем письменника. Ну, по-перше, гэта школьный литературный музей имя Кондрата Крапивы. Як гэта звязана? Кондрат Крапива народился в уздинском районе, увез в Сынезок. Тому мы шануем его особу, потому что гэта великий человек. Жмем, пройшел вельми тяжкий житёвый шлях. Он был так само и солдатом, так он был некоторый час наставником. Он был драматургами, он занимался навыковой працей. Тому тут можно подоходить вельми с разных боков до того, как популяризовать его деятельность. У нашем музее знаходятся и оригинальные речи Кондрата Крапивы, наприклад, вот, ну, вот, гэта плаш, наприклад, Кондрата Крапивы, так. Капелюш. 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 постучался, он ему открыл, а вместе с ним пришел безбожник. И он домогался у отца Михаила, чтобы он отдал ценности церковные. Какие там ценности, не знаю, может быть, литургические сосуды это были, может, какие-то иконы сохранились. Потому что в то время храм уже года два был закрыт. После того, как этот человек, домогаясь от него этих ценностей, избил его смертельно, после этого отец Михаил уже не смог уже двигаться, не смог служить. На третий день Пасхи он умер. Сохранился дневник его сына уникальнейший. По ценности, по своему значению, наверное, похож на дневник ленинградской девочки последние дни отца Михаила описывает. И вот он пишет в частности, что вот сегодня папе стало плохо. Опять через незакрытые раны прошла вода. И он не смог уже служить, но служил, потому что людей масса была. Вокруг вы здесь стояли на площади, были открыты окна и двери. И он обедницу уже лежа служил. Освящал куличи и на третий день его пособоровали. Последние часы был без сознания, только говорил, ну, скорее. То есть чувствовал приближение, наверное, испытывал очень большие боли. Господь призвал его в третий день Пасхи в небесные обители. И мы по благословению Владыки Филарета с года прославления 1999-го ежегодно, третьей Пасхи, мы почитаем его память как второй престольный праздник. Мы совершаем крестный ход. И крестным ходом идем на место упокоения на кладбище. Там совершается молебен. Его предстательством наш приход действует и растет, и благоденствует для наших дней. Блаженье плачущие, я пути утешатся. Блаженье плачущие, я пути утешатся. Экспедиция завитала у Тимковича. Народима письменника Кузьмы Шорного. После молебной закладки саду для Миколаевской церквы состры шизместящими. Слово пашинальницы экспедиции письменницы Нине Загорской. Это классик нашей белорусской литературы, у которых можно учиться, учиться, учиться. И мова. У вас же такая мова, что ведающие Кузьмы Черного, мы ведаем белорусскую мову. Пришли мы сюда. Сегодня мы посадили дубочкой. Малюсенький. А это крона его могутная. Может быть такой, крона этого могутного древа. И того саду, который у вас все разом мы посадили. Это наши знания. Одинством и любовью уратуемся. Такими словами Сергий Радонежский благословлял на Куликову битву Дмитрия Донского. Одинством и любовью уратуемся. Ветераны экспедиции узгадывают Марыю Иосифовну Карпенко, легенду белорусской журналистыки. Яна была сиротстворальников Альшинного союза журналистов. У складе белорусской делегации удержала у працы Организация Бьеднанных наций. А май 30-х годов узнальшаливала редакцию шасобеса работницы «Иселянка», вядомыга далека за межами Беларуси. На башатку 80-х яго тыраж складау полтора миллиона экземпляров. Марыя Карпенко родом с Тимкович и там пахавана. Керавник экспедиции Александр Лопатозагорский, зачитывая ее вспоминь прародную местину, где она побывала за экспедицией. Это наш сборник Витровичевна Карпенко. Я его перечитал и он справдит, как сегодня написано. Дорога до святыни проходит в размея Тимковича. Тимкович и ее святыня. Старейшее поселище на Копыльщине, двечное осеробное духовное место. Цапеги, Полубинские, Радзевиллы. Настяшка Тимкович и центр графства, в области, в сельсовете. Насыщенные экономичные просторы. Славутые хлеборобы, ткаши, вядомы на все Новоколе, Тимковский базар, водяный млин, винокурный завод, грозные крамы. После войны, чекуночный центр района. Церковная школа, народное училище, городское училище, средняя школа. Костел, церковь, синагога. Один из наилепших в Беларуси парков на родце Мажа. Драмгурток, 1918-й, хор, духовый оркестр 17-го пограна Трада. Драмгурток перерос в народный театр. Кузьма Черный у Тимковича. Его сестра Ганна был и рахунковод нашей школы. А женка, загибающая в войну, брата Катярына, первый послевоенный сокторшиня сельсовета у Тимковича. В 1939-й год. Сустреча у Тимковича Кузьмы Черного, Тишкигартного, Янки Купалы. Родки дженника Кузьмы Черного, 2 липня 1944 года. Учера в ночи поведомили взводцы, что взяли Тимковича в великую райовку, жевалки. Родные мои мастин, как моя душа рвется туда. Она завсёды там. Там живут все мои персонажи. Все дороги, пейзажи, древы, хаты, человеческой натуры, про який, когда-нибудь, писал. Это всё от Турции. Слухаем натхнённый верш Вадима Спрыншана. Над Белой Русью небо просветлело, и Родина страданье развела. Моя земля невыразимо рада, хвалу небесной Троица воздать. Нечудо ли, Господня, благодать? Я чувствую, что нет внутри раслада, гнобенье райское ко мне слетело, и радуется дух, душа и тело, и в сердце слово развело. Приадок. Раницей у столицы дня белорусского письменства Копыли, у святоузнестинским храме митрополит Виньямин подшиная святочное набоженство. Мы собрались в город Копыль, чтобы принять участие в празднике. Вместе с тем, здесь мы принимаем участников экспедиции «Дорога до святыни». И многие пришли, сообща, помолиться в этот день о дании праздника Узбения Пресвятой Богородицы. Кроме того, уже в течение нескольких лет установлено первое воскресенье сентября совершать молебен о Божьем творении. Молебен, в котором люди, сознавая экологические проблемы, обращаются к Богу с просьбой, чтобы все было правильно и гармонично, как изначально было, когда Господь создавал мир, «Вся премудростью сотворил». Расклицаем «Самогевец». И вот сейчас мы будем совершать крестный ход с молебном о Божьем творении, в котором мы, люди, прежде всего, должны выразить свои покаянные чувства, сознавая то, что за грехи человеческие происходит разлад в природе. Грех накладывает отпечаток на все. Точно так же, как и добродетель, она все освещает, наполняет более глубоким, возвышенным смыслом. И будем молиться об этом и о многом другом. А потом, после крестного хода, можно будет еще получить благодатный огонь, который принесен нашей экспедиции от гроба Господня, он на Пасху был доставлен в Беларусь, в Минском кафедральном соборе находился и сегодня доставлен сюда. Итак, начнем нашу молитву. Песня на Пасху молитвы, про что узгадывая Александр Лопатозагорский. А на площади Кополя шумит, конечно, гермаш, выступают письменники, поэты. Для стенда Слудской районной библиотеки девчонка, голос, который уливается в гомон свято. Святая Слудская София, прости нас, мудрая княгиня, что столько лет слепцами были. Святая Слудская София, тебя мы помним, не забыли. Росточком нежным прорастала, была с рожденья сиротою, защитой нашей веры стала, врагам грозой, для нас святою. Как много сделать ты успела, как мало лет земных прожила, любовью, верою и делом народу своему служила. Твой светлый лик в святой иконе, ты наша вера и святыня, в церковном колокольном звоне, София Слудская, княгиня. Как тебя зовут? Полазник Ульяна. Ну, ты, наверное, участвуешь в чтении в каких-то, да, в кружке литературном? Я участвую во многих конкурсах, являюсь призером, лауреатом, дипломантом. Я хожу в Слудский центр детского творчества, сотрудничаю со Слудской центральной районной библиотекой. С ними также ездила на вечер. Было 40 лет. Редакторство Владимира Липского, журналов детских «Веселка», «Буся». И вот сегодня приехала на День белорусской письменности. Творческих успехов и здоровья. Спасибо. Отъезжаем с Капылянца с подиванием с носу встретиться на дороге тайчинных святынь и святородной мовы. Субтитры создавал DimaTorzok